Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! И, наконец-то, настал день Икс, и сегодня я пойду покупать подарок для своей подписчицы. Об этом я вам рассказывала уже на Мукбанке, но решила объяснить и здесь. Господи, я аж испугалась. В общем, у меня есть подписчица, родственница, ее зовут Нурия. Нурия, я знаю, что ты смотришь. Вот. Она меня смотрит с самого начала моего канала, не пропускает ни одно видео. И я просто решила сделать небольшой подарок для нее. Я думаю, и ей будет приятно, и мне будет приятно ей дарить. В общем, я долго думала, что можно ей подарить. Дело в том, что она не красится. Особо таких увлечений в косметике у нее нет. С одеждой тоже немножко сложно. Можно с размером не угадать. Но я знаю одно точно, что про скетчбук. Это ее любимая рубрика, поэтому я хочу купить новенький скетчбук какой-то интересный. И немного интересных констоваров. Именно интересных каких-то поискать, найти что-то такое необычное. Сразу говорю, это не супер дорогой какой-то подарок, а просто подаренный от чистого сердца, так скажем. Вот, так что погнали. Я сейчас должна высушить голову, и мы сейчас пойдем в магазин закупаться. В магазине аж глаза разбегаются. Все такое красивое, яркое, красочное. Но одно я знала точно, скетчбук мы точно берем. Осталось определиться с цветом и рисунком. Все они красивые. Моя бы воля, я взяла бы прям все. Посмотрите, как красиво фиолетовый какой. А какой с лимонами здесь. Красота просто. Такие же дела обстоят и с ручками. Очень мимишные ручки. Их много. Единственное, что меня немного разочаровало, это тетрадь. Я выбрал очень скудный. Обложки некрасивые. Не было ничего девчачьего и по-настоящему крутого. Вот это я не совсем поняла. Что это, наверное, воду с собой брать? Вроде как это не термос. Да и вообще я поняла, что я немного отстала от жизни. Много чего я переспрашивала. А что это такое? А зачем вот это нужно? Это, например, стерки. Но я сразу не догадалась. Или как правильно, ластик. Но я сначала даже не поняла, что это. А вот этот скетчбук я так и не смогла найти, хотя его искала. Эти два видео я засняла, когда была в прошлый раз в этом же магазине. Уже, видимо, раскупили. Вот такой вот большой скетчбук был. Очень красивый. Его уже не было в магазине. Ну все, мои хорошие. Я уже дома. И теперь могу вам показать все то, что я купила. Сначала хотела снимать со своим лицом. Но потом подумала, самое главное, показать. Показать вещи, которые я купила. И первое, что я хотела больше всего. Я реально покупала то, что я бы хотела получить сама. Я очень люблю единорогов. И были в нескольких расцветках. Решила обязательно брать скетчбук. Здесь вот не знаю сколько листов. Но выглядит он очень мило. Можно вот так вот закрыть, если что. О, красота. Я надеюсь, что она будет рисовать в этом скетчбуке и вспоминать меня. Сначала хотела написать, типа, от Ай Кеймели и так далее. А потом подумала, нет. Подарю просто так вот. Красиво, да? Вообще столько блокнотов, столько скетчбуков, столько всего интересного в магазинах канцелярии. Мне прям хочется все купить. Но у меня в комнате не помещается. Возможно, такой же точно, такой же куплю еще и себе. Думала еще что взять и взяла два таких слайма. Да. Я лично любила слаймы в свое время. Поэтому увидела просто гору. И вообще сейчас в магазинах канцелярии так много людей, девочки. Это прям нечто. И цену надо обязательно убрать отсюда. Убрайся. Все цены вообще надо отлепить обязательно. В общем, два взяла. Небольших таких. Вот. Пусть играется. Надеюсь, ей понравится. Я, кстати, сразу не поняла, что это. А потом оказалось, что это стерки. Стерки очень милые по мне. Были разные. Но мне эти понравились больше всего. Не знаю, насколько удобно ими будет что-то стирать. Но выглядят они очень мимимишно. Вообще все вещи я пыталась выбирать какие-то необычные, так скажем. Я лично умиляюсь, когда вижу такую канцелярию. Надеюсь, понравится. Вот это тоже мне пришлось объяснять еще, что это такое. И опять единорог. Оказывается, это такие фломастеры. Интересно. Да, я даже не проверила, они рисуют или нет. Но, во всяком случае, надеюсь, что да. В общем, здесь несколько цветов. Выглядят очень мило. Посмотрите, как красиво. Я обожаю такие вещи. Это, кстати, я сразу не поняла, что это. Оказывается, это две точилки в виде единорожков. У одной, кстати, рог отвалился. И ластик, наборчик такой тоже милый. Для девочки самое то, я думаю. Все вот так вот открывается. Я ничего не открывала, открывать не буду. Все сложу вместе и отдам жене брата. А она передаст уже Нурье. Выбрала три ручки. А его, кстати, можно, оказывается, убрать отсюда. Интересно. Ой, ой, я сломала. Блин. А как писать-то этой ручкой? А, вот. Вот как писать. Перепутала. Короче, обратно сажаем сюда. Милая по мне ручка. Взяла еще такое сердечко. Вроде как они все синие. Из фламинго. Это я тоже не сразу сообразила, что это, оказывается, это самый обычный клей. Вот так вот открывается. Мне очень понравилась эта радужка. Я поняла, что этот клей вписывается в коллекцию эту. И последнее, что я купила. Я, на самом деле, хотела много тетрадок купить, но нормальных не было. Единственная тетрадка, у которой обложка мне более-менее понравилась, это была эта тетрадка. Она была в клетку. Вот. Здесь немного листов. Таблица умножения. Ну, в общем, ничего страшного. Вот такой вот небольшой презент. У меня дома, кстати, есть коробка в форме сердечка, которую я покупала для чего-то, но у меня он остался, поэтому я все хочу сложить туда. Если останется место в коробке, то можно добавить еще сладостей. Ура, ура, ура! Не пришлось покупать. Оказывается, дома у меня есть коробка. Ну, что, заполняем все в коробку. Даже не знаю, в какой последовательности. Надеюсь, все поместится. Главное, чтобы поместился скетчбук. Ну, да, он тоже вроде помещается. Единственное, что не помещается, это тетрадка. Мне кажется, и так прикольно смотрится. Очень даже мило. Не то, что я хочу нахвалить свой подарок. Вот я лично, если получила бы такой подарок в ее возрасте, я была бы очень рада. Поэтому думаю, что она тоже обрадуется. А это, а это я просто не знаю как. В общем, как-то так. Подарок наш готов. Я очень надеюсь, что он ей понравится, и она останется довольна. Но, скорее всего, она сначала увидит это видео, а потом уже получит презент в руки. Еще, кстати, мои хорошие, были комментарии по поводу того, почему ты даришь имена своей родственнице, не разыгрываешь. В скором времени я обязательно буду что-то и разыгрывать. И одна из девчонок в комментариях написала, что было бы круто подписчикам из России, например, дарить в денежном эквиваленте. Я вам подарю деньги, вы сможете купить себе все, что вы хотите. А это небольшое такое внимание для моей подписчицы. Я вообще благодарна каждому из вас, что вы меня смотрите. И когда я вижу среди моих знакомых, родственников, когда кто-то меня смотрит реально от души, мне хочется отблагодарить этого человека за его время, за его внимание. На этом все, мои хорошие. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю, целую. С вами была Эмили. Пока!